Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре недорогой двухкамерный видеорегистратор от компании Navitel. Модель называется R250 Dual. В этом видео вы увидите основные характеристики данного устройства, конечно же комплектацию, ну и проедемся по дорогам общего пользования днем и ночью, чтобы произвести дневную и ночную съемку. И у вас будет полное понимание, как данное устройство снимает. Ну что ж, приступим к характеристикам. В данном устройстве установлен процессор AC5401, а сенсор камеры GC2053 Night Vision. Разрешение видео 1920 на 1080, 30 кадров в секунду, это Full HD. А угол обзора основной камеры составляет 140 градусов. Объектив выполнен из четырехслойного стекла, поддержка карт памяти до 64 ГБ и аккумулятор 100 мАч. Конечно же есть и G-сенсор, он же датчик удара. А разрешение второй камеры, которая будет снимать все, что творится позади автомобиля, 1280 на 720, 25 кадров в секунду, угол обзора 100 градусов и длина провода 5,5 метров. В устройстве есть детектор движения, режим парковки, ну и конечно же запись звука. Это основные характеристики данного устройства, а теперь давайте посмотрим на комплектацию. Первое, что нас встречает, открыв коробку, это конечно же сам видеорегистратор. И вторая камера, но детальнее мы рассмотрим их чуточку позже. Следующее, что мы находим, это классическую присоску для нашего видеорегистратора. А вторая камера у нас крепится на двухсторонний скотч. Это кабель для подключения второй камеры. И напомню, его длина составляет 5,5 метров. Кабель питания для видеорегистратора. Ну и последнее, что мы находим, это руководство пользователя, гарантийный талон и подарочный сертификат ваучер на год бесплатным пользованием навигационных карт от компании Nevitel. Данный видеорегистратор также понравится тем людям, кто любит компактное устройство. Посмотрите, как мало занимает место он на ладони. Сверху мы с вами наблюдаем здесь microUSB вход для подачи питания. С этой стороны у нас идет разъем для подключения второй камеры. Здесь мы с вами наблюдаем клавишу управления, два индикатора и дисплей, диагональ которого 2 дюйма. Снизу у нас разъем под карты памяти до 64 гигабайт. Микрофон и клавиша Reset. Ну а вторая камера у нас имеет возможность поворота в 360 градусов. Тем самым мы можем снимать как то, что происходит позади автомобиля, так и то, что творится в салоне. Здесь точно также есть microUSB разъем для подключения питания данной камеры. Вот мы с вами и включили видеорегистратор. И мы наблюдаем на дисплее все, что у нас снимает основная камера вот здесь и то, что снимает у нас вторая камера в углу. Также мы можем переключаться между режимами, то есть делить экран на два. И также мы можем включить только основную камеру, либо же только вторую камеру, которая находится у меня в той части автомобиля. Таким образом, мы когда будем сдавать назад, если у нас нет с вами магнитолы, которые транслируют нам то, что творится позади автомобиля, мы можем это использовать как дополнение к парктронику. Ну а теперь давайте, наверное, перейдем в меню и посмотрим, что же мы можем здесь настроить. Первое, это, конечно же, разрешение, с которым будет у нас снимать видеорегистратор. Второе, цикл записи 1, 3, 5 минут. Далее, интервальная запись, включить, выключить. Также можем настроить экспозицию, детектор движения, запись микрофона, включить, выключить голоса. Дальше, штамп даты и времени, отображать или не отображать. И, конечно же, G-сенсор, он же датчик удара. Можем включить или выключить режим парковки. Следующее меню, это самого уже устройства. Выключать дисплей через какое-то время, то есть когда вы запустили, чтобы он не светился вам по глазам, особенно в ночное время. Дальше, автовыключение самого устройства. Частота работы, звуковой сигнал, то есть включить, выключить или сделать потише. Язык, с которым у нас будет, собственно, отображаться меню. Настройка даты и времени и форматирование карты памяти. Также есть сброс до заводских настроек и посмотреть версию ПО. А теперь давайте, наверное, посмотрим, как же устройство снимает днем или ночью. Вторую камеру я поставлю таким образом, чтобы она снимала то же самое, что и основная камера, чтобы вы могли посмотреть разницу в картинке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...